Интернет в современном обществе стал как незаменимым помощником, так и опасным врагом. Быстрое взаимодействие друг с другом, оплата платежей в любой уголок мира, совершение покупок, новые возможности порождают и новые угрозы. Ловкие мошенники быстро осваивают информационное пространство и, пользуясь доверчивостью, а где-то и неопытностью пользователей, хватают их на свой крючок. Поиск злоумышленников ведут правоохранительные органы. В Управлении Государственного комитета судебных экспертиз по Брестской области уже передаются изъятые улики для установления истины. Наша роль в этом процессе, я считаю, больше доказательная. То есть раскрывают данные преступления сотрудники органов внутренних дел, а мы выступаем как специалисты, как помощники в этом их нелегком деле, с технической точки зрения помогаем им вскрыть различные факты, собрать доказательственную базу, которая поможет впоследствии следственным органам предъявить обвинение, либо, наоборот, оправдать человека. На самом деле поставить быстро точку в такого рода преступлениях не всегда получается оперативно. Опытные мошенники ловко шифруют имеющуюся на их носителях информацию. Нередко в работе используются специальные вредоносные программы и другое оборудование. Но благодаря постоянному обучению и опыту работы, судебные эксперты все же ставят точку в запутанных делах, помогая правоохранителям в объективном сборе доказательств. Киберпреступления в основном направлены, совершаются по различным мотивам, как и обычные преступления, то есть с целью обогащения преступника, из хулиганских действий, по различным другим мотивам. В основном это, конечно, денежный мотив, то есть преступник хочет обогатиться. Мы исследуем предоставляемые нам объекты, восстанавливаем удаленную информацию на носителях информации данных объектов, ищем признаки, следы преступника, которые он мог оставить на техническом средстве. Бдительными и грамотными в своих действиях должны быть не только судебные эксперты, но и граждане, чтобы не стать жертвой очередного киберпреступления. Именно поэтому никогда не стоит отвечать в мессенджерах и социальных сетях на вопросы, пришедшие со сторонних или незнакомых электронных ящиков. Любые скачиваемые файлы должны предварительно проверяться антивирусом. Озвученная вами информация не стать угрозой для вас самих.